Здравствуйте, друзья! В эфире канал Юра Шворд. С вами я, Юрий Гемельфорд. И сегодня у нас в гостях экс-разведчик-нелегал Сергей Жирнов. Добрый день, Сережа! Привет, Юра! Привет всем нашим зрителям! Сережа, ну сейчас главный вопрос это то, что в так называемой самопровозглашенной ДНР трех добровольцев, двух граждан Соединенных, двух подданных Ее Величеству и одного гражданина Марокко, которые добровольцами воевали на стороне ВСУ, их приговорили к смертной казни, они попали в плен. Ну, с юридической точки зрения разбирать эту ситуацию нет необходимости. Во-первых, они не добровольцы, они не наемники, они записались в ВСУ и поэтому они чисто формально попадают под статус военнопленных. С другой стороны, это ДНР, это вообще непонятно что. То есть это организованное убийство. Меня сейчас больше интересует, как с твоей точки зрения отреагирует Соединенное Королевство. Ну, оно, все правильно сказал, я с тобой согласен. То есть, в общем, здесь с юридической точки зрения вообще нечего обсуждать, потому что это самое ДНР не признано никем из приличных стран, кроме Российской Федерации. Там, я не знаю, кто там ее еще признал. Беларусь какая-нибудь, там, я не знаю, Сирия, Венесуэла. Кто там их признал еще? Не суть. Главное то, что это не субъект международного права, его не признал ни Организация Объединенных Наций, никто из приличных людей его не признал. Поэтому все их правовые акты являются ничтожными. Это, в общем, понятно совершенно, что это просто закулисная игра Российской Федерации, потому что мы помним, что в Государственной Думе были попытки провести какие-то там либо решения, либо законопроекты о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь и применить вот ко всем тем, кто попадает в плен к российским войскам в Украине, смертную казнь. И там разговоры у Соловьева, Скобеева и там и так далее. Это все понятно. А в остальном все правильно ты сказал. И, в общем, реакция-то уже есть. В общем, очень негативная реакция со стороны United Kingdom Великобритании. Вот они, в общем, в том же плане высказались, потому что у марокканцев, у этого говорят вообще украинское гражданство, но у него второй паспорт он получил, украинское гражданство похоже. Вот я, правда, не перепроверял это очень сильно. Извини, Сереж, я тебя перебью, но у него не может быть украинское гражданство в качестве второго паспорта, потому что Украина двойное гражданство не поддерживает. Поэтому если он получил украинское гражданство, то будь он хоть марокканцем, хоть кем, он должен отказаться от марокканского гражданства, а тогда, пожалуйста, получай украинское гражданство на здоровье. А тогда он просто гражданин Украины, национальность не имеет значения. Вот еще раз извини, что я перебил. Нет, ну это, в общем, здесь, конечно, надо будет смотреть потом юридические тонкости, потому что эти юридические тонкости позволят Великобритании вести дипломатическую борьбу на этом поле. Она, конечно, ведет переговоры, конечно, никакой не ДНР, она ведет переговоры с Россией, потому что за всем этим делом стоит Россия. Россия признала эти самопроволошенные республики, Путин признал. Путин ведет с ними войну, за ними стоят российские войска. Причем они стоят, мы все это понимаем, что и Россия, и войска стоят за ними с 2014 года. Никакие это не республики, никакие это не ДНР. Достаточно было посмотреть там Гиркина какого-нибудь, который был действующим старшим офицером, полковником ФСБ, и которого назначили министром обороны этой самой Донецкой республики. То есть все понятно с ними, в общем. Но это очень неприятная ситуация, потому что именно она неприятна тем, что поскольку эти республики потенциально и изначально находятся вне правового поля, как бы такого нормального, международного, то, в общем, они могут творить все, что угодно. И для них ничего не изменится, потому что ты сам понимаешь, что республики, которые, в общем, не существуют, они могут принимать там любые правовые акты. Ну, что это будет рассматриваться? Это будет рассматриваться как терроризм, бандитизм, убийство, преднамеренное убийство, умышленное убийство. Вот и все. И дальше будет через Интерпол запущена вся процедура поиска людей, которые принимали участие в этом преднамеренном убийстве. То есть так называемые органы юстиции ДНР, так называемые органы дознания ДНР, так называемые судьи, которые там выносили это решение и все. И будут они все объявлены в международный розыск. И больше того, я так думаю, что даже Великобритания будет их преследовать за военное преступление, потому что люди, которые воюют официально в вооруженных силах другого государства, принеся ему присягу. И я так понимаю, что они были в составе интернационального батальона или интернационального, как там называется, региона на территории Украины, который дает статус как раз военнослужащего. Потому что для чего он, кстати, был создан, этот иностранный регион? Потому что мы понимаем, что когда идет война, то для того, чтобы получить статус военнослужащего, нужно вступить в какую-то официальную организацию с правом ношения формы, оружия и так далее. И тогда ты являешься не бандитом, у которого просто там пистолет или автомат Калашникова, не милиционером по западным понятиям, то есть милиция в том смысле, что ополчение такое народное, а являешься военнослужащим, а военнослужащего распространяются все Женевские конвенции 49-го года. И поэтому здесь, в общем, с юридической точки зрения мало что можно оспаривать этим республикам. Ну а в основном, это, в общем, конечно, просто Путин, вот он не захотел как раз. Это, кстати, очень... Ты знаешь, он сделал много ошибок за последние три месяца, но вот это как раз не ошибка, это вот тонкий ход российский, потому что они просто заткнули глотку тем депутатам, которые орали и говорили, что давайте мы смертную казнь у себя сделаем и у себя их осудим, вот вывезем их в Краснодар, там, я не знаю, в Ростовскую область и там их осудим. А Путин правильно сделал, сказал, что вообще нет, их надо там оставить на месте. И вот если ты заметил, и весь Азовсталь вывезли тоже не на территории Российской Федерации, а оставили всех в ДНР, потому что там с ними можно сделать все, что угодно. Тут есть одна тонкость, на которую я хочу обратить внимание. Россия войну Украине не объявляла, поэтому с точки зрения международного права любой субъект в форме российской армии с оружием в руках это член бандформирования, и на него как раз тоже тогда никакие законы и правила ведения войны не распространяются. И в этой ситуации Путин, да, я соглашусь с тобой, что он в этом плане, действительно, тонкий дипломатический ход, он заставляет с собой вести переговоры МИД Великобритании. Но, с другой стороны, если с головы этих людей упадет хотя бы волос, то я пленным вот этим россиянам просто не завидую. Да, согласен, согласен, потому что, в общем, да, правильно ты сказал, что поскольку это спецоперация и поскольку это российские войска на территории Украины вторглись, то они, в общем, у них нет никакого статуса тоже, да, потому что, действительно, Российская Федерация не объявляла войну Украине, она не находится в состоянии войны Украины, то есть эти вооруженные силы у Российской Федерации являются бандформированиями. Сереж, теперь второй вопрос, который я хотел бы обсудить. Вот это вот совершенно дебильная инициатива известного фрика депутата Федорова о том, чтобы отменить независимость Литвы. Сразу же в унисон почему-то запели некоторые депутаты, даже Курултай Башкортостана, он и то поддержал это решение, то есть это совершенно ясно, что это дирижируется. Тут же, буквально через пару дней, Владимир Путин сравнивает себя с Петром Первым, и в этом плане, как раз в отличие от Украины, для Путина имеет практически смысл нападения на Литву. Это коридор в Калининградскую область, давно вожделенный. Я задам вопрос прямо. Есть опасность того, что Путин повторит украинский сценарий? Ну, опасность есть, потому что он является человеком, который потерял разум. Я считаю, что с 21 февраля 2022 года все, что делает Путин, это все ошибки. Политические, геополитические, военные, экономические и так далее. Это все ошибки. Он практически не сделал ни одного толкового хода. И здесь, конечно, это очень неприятная штука, но, с другой стороны, это очень позитивная для нас вещь, потому что вот те люди, которые на Западе говорят, что, ах, с Путиным там надо беседовать, потому что вообще, и говорят, что, да нет, ему надо просто отдать кусок Украины, и все. И он заткнется, и больше ему ничего не надо будет. Вот, а тут выходит этот самый депутат, идиот. Депутат полный, полный идиот. Вот, ты знаешь, вот надо, если поискать козлов, то вот их надо искать в Государственной Думе и на Первом канале телевидения. Потому что они, когда говорят, они вообще просто не думают. У них нет аппарата, у них мозгов нет, у них кость, вот вместо головы у них цельные кости. По этому поводу все, что они делают, они не понимают, что они таким образом подкладывают мину под самих себя. Потому что, ну, начнем с того, что, ну, конечно, это история там с Уалковским коридором. Понятно, что если вдруг он будет завоеван, то таким образом Калининград соединится с Белоруссией и через Беларусь с Россией. То есть, получается, прямое наземное соединение, это примерно то же самое, что Путин сейчас получил в Украине, когда соединил Донбасс с Крымом. Вот, то есть, это, конечно, в этом смысле... Но это временно. Да, это временно, конечно, да. Но это стратегически интересный ход, потому что, вот, допустим, в Украине они сделали, они закрыли Азопское море. Азопское море теперь стало российским озером, и, значит, у них получился наземный, наземная связь между Крымом, через Херфовскую и через часть Запорожской области, в Донецкую область, в Луганскую и дальше там в Ростов и так далее, и в Российскую Федерацию. Вот, то есть, в этом смысле это интересный ход стратегический для Путина и для России. И, конечно, этот Курсувалковский коридор стратегически представляет огромный интерес для России. Где здесь глупость? Глупость этого депутата, прежде всего, в том, что он оспаривает решение Верховного Совета Литовской ССР, в советское время, 26 мая 1989 года, о признании суверенитета, о приглашении суверенитета Литовской ССР. Потому что этот суверенитет, да, у него там есть какой-то аргумент, он говорил, вот там не проводился референдум. Хорошо, он не проводился референдум, но дело в том, что все советские республики, которые вышли из состава Советского Союза, они все вышли по одной и той же схеме. То есть Российская Федерация, это было решение съезда народных депутатов Верховного Совета РСФСР, вот, и все. И, значит, если он говорит, что мы отменяем, ну, во-первых, Российская Федерация не является полноправным преемником Советского Союза. То есть она не является преемником Госсовета СССР. Тогда уж, если они хотят, надо собирать им тогда всех представителей бывшего Советского Союза и как-то, каким-то образом с ними, со всеми обговаривать. То есть одна Российская Федерация, она не является, ну, то есть вот она заняла, кстати, кресло Советского Союза. В этом смысле даже и правоведы в Украине говорят, что Российская Федерация незаконно находится в Организации Объединенных Наций, потому что ее не принимали в Организацию Объединенных Наций, она просто села в кресло Советского Союза. И это было де-факто, ее признание, ее, как бы, суверенитета и преемственности этого кресла, это было решением де-факто, но не де-юре. Вот, и по этому поводу этот депутат открывает ящик Пандоры, потому что Путин, когда признал 21 февраля и, соответственно, там Дума и Совет Федерации, Российская Федерация признали независимость ДНР и ЛНР, они таким образом открыли путь к разрушению Российской Федерации, потому что теперь любой субъект Российской Федерации, у которого, кстати, есть все признаки, в отличие от ДНР и ЛНР, у нас есть 22 автономные республики в составе Российской Федерации, у них у всех есть признаки государственности, то есть у них у всех есть флаг, герб, конституция, свой язык, своя территория, свои устоявшиеся традиции, и они даже по хартии ООН о независимости коренных народов тоже все могут объявить о своей независимости, выйти из состава Российской Федерации. Вот, и таким образом, в общем, это все продолжается, да, и вот эти депутаты, которые хотят бежать впереди паровоза, и хотят быть большими католиками, чем римский папа Владимир Владимирович Путин, вот, они таким образом подкладывают ему собаку, и как это называется, свинью, вот, подкладывают, потому что, в общем, что мешает теперь той же самой Литве, кстати, в одностороннем порядке, точно так же признать акт о независимости Российской Федерации незаконным, и все, и сказать, что, а вообще вы не существуете в юридическом плане на территории бывшего Советского Союза. Да вы в ООН незаконно находитесь. И плюс вы находитесь незаконно в ООН, потому что, да, потому что все республики, которые вышли, то есть в ООН находятся законно Украина и Белоруссия, потому что они, у них был, при Советском Союзе, у них было место в ООН. И третье место было у Советского Союза, Советских Социалистических Республик. Нет, 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 я вынужден возразить, Сережа, при всем урожении. Подожди, подожди, подожди. В 45-м году, когда создавалась Организация Соединенных Раций, они уже с этого периода законны. А еще 12 республик к ним присоединились, потому что их приняли. И одна только республика, которая не прошла ни то, ни другое. То есть она просто села и сказала, что вот это кресло принадлежит мне. И чтобы не затевать никаких юридических сложных процедур в то время, провели это, по-моему, решение просто секретариата ООН. То есть принять к сведению, по-моему, знаешь, когда там было заседание под руководством Генсека, на котором было решение такое. Принять к сведению, что Российская Федерация отныне является правоприемником Советского Союза. И кресло Советского Союза занимается Российской Федерацией. То есть Российскую Федерацию, как ты правильно сказал, за исключением, в отличие от 14 остальных государств, не принимали вообще в ООН. То есть два государства приняты в 45-м году, а остальные приняты в 92-м году, когда развалился Советский Союз. И в этом смысле, конечно, все эти депутаты, они идиоты, потому что они открывают прямую дорогу для обсуждения этого дела. Это с одной стороны. Это то, что они идиоты. А во-вторых, они идиоты, потому что поднимая эти вопросы, они только усугубляют боязнь, ту реальную боязнь, о которой говорят Прибалтийские республики, о которой говорит Польша, о которой говорит Финляндия, о которой говорит Швеция. И которым все в начале войны не верили. Говорили, ах, вы там сгущаете краски, нагнетаете обстановку, потому что Путин, в общем, он хороший мужик, ему ничего не надо. Он просто освобождает русскоязычное население на территории Украины. И дальше, как только он это сделает, все будет завершиться благополучно. И все это закончится миром и добром, и согласием. А вот эти все депутаты, они показывают, что никаким миром и согласием Россия вообще ничего не желает заканчивать. Что она вообще ведет глобальную третью мировую войну, а некоторые говорят даже четвертую мировую войну. Потому что считают, что холодная война тоже была мировой войной. И что таким образом для них Украина это только этап. Точно так же, как когда началась Грузия в 2008 году. Сразу говорили, что следующее будет либо Украина, либо Казахстан. Было понятно. Либо какая-то еще, может быть, Армения. Какая-то из советских республик. Ну и все это дело продолжается. И в этом смысле выскажем большое спасибо этому идиоту-депутату. Потому что он хотя и идиот, но он в принципе льет воду на намерницу демократическую. Потому что он показывает истинное лицо, истинное намерение путинского режима. Да, я с тобой соглашусь. Потому что это вообще нонсенс. То есть в одностороннем порядке на международной арене вообще ничего не делается. Ну, ребята, это все равно, что я вот сейчас выйду на улицу и скажу, что вон та квартира принадлежит мне. Выметаетесь, ну там покрутится пальцем у виска, скажет. Ну, говори дальше. Просто не буду кончаться. Это то же самое. Конечно, конечно. Или ты представь себе, да, Государственная Дума соберется и примет решение, что она там какого-то числа не считает Луну спутником Земли. Да. Замечательно. Или там не считает Солнцем центром нашей Солнечной системы. Вот. Ну и чего? И что дальше? Для Солнца это ничего не изменит. Для Земли это ничего не изменит. Это создание каких-то внутренних российских прецедентов, вот, которые доказывают о том, что они просто идиоты. Вот и все. И здесь, в общем, и откровенно говоря, это, я считаю, что это очень хорошая, хорошая вещь, потому что мы-то все понимаем, что они идиоты, причем злобные идиоты, агрессивные, которые угрожают безопасности всего мира. Вот. А есть люди, которые этого не понимают. Вот какие-то там африканские государства, которые голосовали против исключения России из комиссии по правам человека ООН, да. Были какие-то, вот там даже было пять государств, которые, или четыре государства, которые голосовали против осуждения агрессии Российской Федерации, нарушения Хартия ООН, кстати, и осуждения агрессии в Украине. Сразу там, вот, 22-го числа это было голосование 23-го. Вот. Вот для них это вот очень важная вещь, потому что таким образом мы можем сказать, вот, ребята, вот посмотрите, вот вы сомневались, вот теперь вот вы понимаете, да. Потому что, ну, с другой стороны, и в этом смысле это очень интересный для нас тоже шаг, потому что одно дело, когда говорит там Соловьев и Скобеева, да, потому что, ну, балабулы, да, это телевидение, хотя, конечно, оно там считается очень как бы государственным рупором, но все равно это телевидение, да, то есть это как бы, да, их даже там журналистами назвать нельзя. Это просто какая-то сборщик каких-то людей с широкими глотками, которые что-то там орут целыми днями, какую-то несуразицу. Вот. А вот когда такой законопроект, законопроект высказывает депутат Государственной Думы, то есть представитель законодательного органа Российской Федерации, это вот гораздо все серьезнее. Это то же самое, как вот бывший президент Российской Федерации Медведев, когда он несет какую-то ахинею, это тоже очень серьезно, потому что он является заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, он имеет статус главы государства, потому что он был главой государства в течение четырех лет. И когда такой человек несет ахинею, это гораздо хуже для Российской Федерации, чем всякие там миллион Скобеевых и тысяча Соловьевых. Да, я с тобой соглашусь, тем более я еще раз напоминаю, что неожиданно в унисонах стали поддерживать и другие депутаты Государственной Думы, а также это одобрил Курултай Башкортостана. Вот, замечательно. Ну, молодцы, ребята, давайте продолжайте в том же духе. Надеюсь, все больше народу в этом убедиться. Нам вы не верите, не надо. Да, 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 конечно, убедиться, да. А Курултай, кстати, Башкортостана, он закончит тем, что он признает собственную независимость и выход из Российской Федерации. Ему ничего не мешает, кстати, все это делать. И мы их активно приглашаем, кстати, ребята, давайте, принимайте это. Все юридически, кстати, здесь у вас правда на вашей стороне, потому что, опять же, вот напоминаю, есть такая декларация ООН о признании суверенитета, коренных народов. И вот вы как раз Баркортостан, который никто выговорить даже не может по-русски, вот по-нормальному, да, это как... Ваше название страны, это на экзамене для ведущего на центральном телевидении. Значит, если выговоришь, тогда посадят тебя в программу время, а не выговоришь, не посадят. Вот, ребята, принимайте, и мы вас будем поддерживать, и выходите из состава Российской Федерации. А за вами Якутия, а потом Чукотка, а потом Татарстан, а потом Ингушетия, а потом Черкесия, Карачай и так далее. И все 22 другие автономные республики. И от Российской Федерации не останется ни рожек, ни ножек. А во всем виноват один человек, Владимир Владимирович Путин. Согласен, тем более тут есть еще одна деталь, что в некоторых из этих республиках расквартированы компоненты так называемые ядерные триады. А учитывая печальную судьбу Будапештскому меморандуму 1994 года, я, правда, не его печальную судьбу, а печальную судьбу Украины, которая подписала этот Будапештский меморандум, в результате которого передала свой ядерный арсенал Российской Федерации, кстати, включая стратегическую авиацию, которая сейчас ее же и бомбит. Я не думаю, что в этой ситуации они так легко, с одной стороны, захотят избавляться от ядерного оружия, а с другой стороны, что у Москвы останется? Кольцо системы противоракетной обороны, установленной еще со времен Советского Союза, и в изготовлении которого и ваш покорный слуга тоже принимал участие. Ну-ну, давайте-давайте. Правильно. Вперед, ребята. Вперед. Продолжайте в том же духе. Абсолютно. Сереж, спасибо тебе огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения экс-разведчика-нелегала, экс-сотрудника КГБ СССР, а ныне полиполит-эмигранта во Франции Сергея Жирнова. Кстати, автора-бестселлера о Владимире Путине, который сейчас во Франции обсуждают все. И, Сереж, кстати, вопрос. На другие языки планируется перевод? Конечно, планируется. Да, написано по-французски. Но там просто технический вопрос какой. Я когда подписываю контракт с издательством, я отдаю ему, продаю ему все права, и то есть это издательство должно заниматься переводом. А оно обычно занимается технически так. Ему нужно найти издательство в стране того языка, на который надо переводить, и оно будет переводить, и оно будет печатать, и распространять эту книжку. Но, в принципе, все планируется. Но это было бы очень и очень даже полезно. Еще раз, Сереж, спасибо тебе за интереснейшую беседу, друзья. Но я напоминаю, как всегда, выводы делать только вам. И не забываем, слава Украине! Героям слава! До встречи, друзья! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова